Добрый вечер. О, справилась с микрофоном. Спасибо большое, что вы все пришли, несмотря на дождь и прочие сложные обстоятельства. Сегодня мы будем обсуждать черную книгу. Меня зовут Катерина Биленкина. И мне выпала честь вести этот вечер, чему я несказанно рада. И о нюансах этой радости расскажу чуть позже. А сейчас, наверное, я представлю наших гостей. И, в первую очередь, это Ворух Горин, редактор и издатель. И, в первую очередь, издатель журнала «Лехайм». И создатель, собственно, издательства «Лехайм». И Геннадий Костырченко, историк, специалист по национальному вопросу в СССР, депрессиям, в том числе русско-еврейскому вопросу. Еще к нам чуть позже, насколько я понимаю, присоединится Илья Альфмар, который ведет из аэропорта и очень к нам стремится. Вот. Собственно, начнем наше обсуждение. Напомню, что обсуждаем мы черную книгу, которая была подготовлена к изданию сразу после Второй мировой войны Эренбургом и Гроссманом. И по сложному стечению обстоятельств книга не была издана. И вот на сегодняшний день мы все знаем, что издательство «Корпус» готовится к изданию этой книги. Это довольно уникальный и интересный проект, не похожий на прочие издательские проекты. Я надеюсь, Варя Хроностаева, которая это знала, чуть позже расскажет о уникальности этого проекта, потому что он преследует цели не просто впервые издать черную книгу, а также сделать ее доступной для максимального опыта, для самого широкого группа читателей. Я бы хотела передать сразу слово Геннадию, и если можно, попросить вас коротко рассказать о трудной истории черной книги. Тема черной книги сложная, а ее история не менее трагическая и сложная. Я думаю, будет правильно, несмотря на то, что многие, наверное, знают какие-то детали этой истории, чтобы вы еще раз как-то тезисно самые важные аспекты нам рассказали. Проект черной книги – это проект с тяжелой судьбой, как уже здесь было замечено. И уже одно то, что эта книга была задумана, и подготовка ее началась в период Второй мировой войны, говорит само за себя. Известно, что инициатором этого проекта, проекта издания черной книги, был Альберт Эйнштейн. Он с этой инициативой выступил осенью 1942 года. Но, собственно, исходный импульс, как я думаю, этому проекту был дан летом 1941 года, после нападения фашистской Германии на СССР, после того, как начались вот эти эксцессы, массовые эксцессы Холокоста на территории СССР. И когда 24 августа 1941 года состоялся первый митинг еврейской общественности, который транслировался на все союзные страны, тем более в СССР, и был потом синаграмма опубликована в советской печати, и в этом митинге приняли участие, ну, всем знакомые, такие выдающиеся деятели культуры, общественности, как Михоэлс, Эренбург, даже русские там были, академик Капец и так далее. Вот, и тогда весь мир узнал, что, впервые узнал, что вот идет такое массовое истребление еврейского населения на территории Советского Союза. Причем в Соединенных Штатах, которые, как вы знаете, как вы знаете, тогда еще не участвовали в войне, многие поставили под сомнение этот факт массового уничтожения евреев на территории... Это, в общем-то, было воспринято как красная пропаганда. Вообще известно, что Государственный департамент США только факт Холокоста признал осенью 1942 года. Потом за это, понимаете, винился американское руководство, потом, понимаете, просил прощения и так далее. В переносном, конечно, таком смысле. Вот, так что вот настоящий вот этот импульс созданию черной книги был дан в конце августа 1941 года. Тогда были созданы, в том числе и в Соединенных Штатах осенью 1941 года, были созданы организации, и которые, вот, еврейские организации, которые занялись, так сказать, отслеживанием истории и гибели евреев в Европе. Это вот организация, которую возглавил Бенцион Гольберг, зять, вы знаете, Шалом Алейхема и так далее. Он потом приезжал неоднократно в Советский Союз. Вот, и были такие очень теплые взаимоотношения у него с Михоэлсом. Ну, чтобы быть более кратким, следующий этап это был, когда Эйнштейн и Бенцион Гольберг в 1942 году обратились в Советский Союз, в Советскому руководству с проектом вот этой книги, от книги о злодеяниях и массовой гибели евреев, то это предложение было поддержано. Тогда был уже создан еврейский антифашистский комитет в Советском Союзе во главе с Соломоном Михоэлсом. Вот, и началась работа. Основной, как бы, основной, основным, что ли, душой этого проекта стал Илья Эренбург, который возглавил литературную комиссию и который, как бы, инициировал и создал концепцию черной книги, как она должна конструироваться, какая должна быть структура и так далее, чтобы войти. И было потом обращение в еврейской газете «Эйнихайт», чтобы граждане евреи, так сказать, присылали в еврейский антифашистский комитет свои вот эти, да, свидетельства, чтобы они рассказали, что знают и так далее. Вот, и это один канал поступления материала в другой канал. Это в ноябре 1942 года была создана, как вы знаете, это чрезвычайная комиссия по предложению Лазовского по сбору вот этих материалов о зверствах и, так сказать, материальном ущербе, который нацисты на территории Советского Союза здесь нанесли. Вот, и, собственно, уже где-то к концу Второй мировой войны эта книга в основном была подготовлена. Я не касаюсь тут нюансов, были там определенные, это, кстати, и в еврейском антифашистском комитете сложности, были, как бы, некоторые, как бы, разницы в методологическом подходе у Эренбурга и Гроссмана, вот, но это, как бы, частности. А в конце, в конце 45-го, в начале 46-го года книга была готова и разослана в 12 стран. Вот этот, как бы, такой первичный материал этой книги, в том числе и в Палестину, был направлен, ну, в Соединенные Штаты и так далее. Вот, и началась уже работа с этого времени, в скором времени вышла в США на английском языке, куда вошла, так сказать, определенный раздел о Советском Союзе. Вот, и, вроде бы, в начале 46-го года, и к этому времени уже Эренбург отошел от работы непосредственной по черной книге, потому что, вы знаете, когда весной 45-го года появилась в «Правде» статья, в которой руководитель Агитпропа СССР Александр, Георгий Александров, пытался, как бы, сделать из Эренбурга ответственным за вот эти эксцессы, жестокости на территории Германии, которые, так сказать, вот вошедшие в советские войска, там, понимаете, произвели вот эти всякие массовые насилия. Вот, и якобы это вот было из-за вот этой, как бы, жесткой пропаганды, которой, так сказать, занимался Эренбург в годы войны, там, убей немца, ну и так далее. Вот, ну, во всяком случае, он отошел, этим литературной частью стал заниматься Гроссман, вот, и направили, направили в начале 46-го года, как бы, запрос уже, так сказать, государственной структуры, о том, разрешить, Глафлит вроде бы разрешил, вот, и уже начался набор в типографии Деремес, так сказать, вот эту верстку начали набирать, типографский набор делать, вот, но неожиданно в 46-м году осенью пришло решение из ЦК о том, что прекратить вот всю работу по составлению этой черной книги, поскольку там усмотрели признаки буржуазного национализма. Ну, в ЦК говорили, зачем выпячивать одну нацию, когда, понимаете, от войны пострадали и другие нации. В общем, это была определенная политика, политика государственного антисемитизма, которая в это время, так сказать, была на подъеме, вот, и уже окончательно запрет пришел в конце 47-го года, а в 48-м году, вы знаете, был убит вначале по приказу Сталина Михоэлс, один из инициаторов этой проекта черной книги, а в 49-м году начались массовые аресты членов еврейского антифашистского комитета, и вот черная книга, она уже фигурировала в следствии по делу о еврейском антифашистском комитете как основное, как основная улика и, так сказать, доказательство вины вот этих арестованных членов еврейского антифашистского комитета, обличавшие их как бы в национализме, вот. И, собственно, только один из экземпляров, который, в общем, случайно был, вот я вам говорил, уже в 46-м году отправлен в Палестину, этот экземпляр был издан в 80-м году в Израиле, и на основании этого, так сказать, издания в 93-м году в Литве вышла тоже черная книга, в которую включили и материалы, которые не вошли вот в это первое издание 80-го года на русском языке. Вот, собственно, такой обзор исторической, то, что, так сказать, и предшествовало, и как развивался этот проект. Можно спросить, а израильский вариант русскоязычный, который в год не был, приведен на какие-то другие языки? Ну, конечно, она же вышла... В 46-м году началось, что она английская. Да, началось издание на всех языках, и в первую очередь на английском языке и так далее. Это не с израильского экземплярта, много раньше, за 40 лет до этого. Она вышла сначала на английском, потом на французском, на немецком она выходила. Вы видите, который был отправлен в Клисско, что вы это приведете? Спасибо большое за экскурс. А можно я уточню у Боруха? Мне просто интересно, вы издатели, наверное, вы каким-то образом изучали этот вопрос. Вы знаете, вот книга была издана в США в 46-м году. А каковы были последствия? Какой-то был резонанс, какой был отклик? А горит, горит. Как справедливо было замечено, издание «Черной книги» было частью на самом деле очень важных процессов, которые происходили на фоне Второй мировой войны и особенно начата Великой Отечественной войны. Есть поступившая информация о массовом уничтожении евреев. Ну, тут стоит заметить, в общем, известный факт, но тем не менее, часто упускаем мы из виду, что физическое уничтожение евреев нацистами началось именно после начала оккупации Советского Союза. До этого евреев собирали геркла, это были лагеря, и, например, другим видом дискриминации были случаи позома вроде самого известного хрустальной ночи, но доктрины тотального уничтожения евреев, тем более ее исполнение еще не существовало. И поэтому, когда стали поступать сведения о том, что на Центре Союза уничтожилось уничтожение евреев, то на фоне этого создали антивашистский комитет, и его деятельность, его создание было, если можно, в этих условиях такое слово употребить, больше, чем успешно. Потому что поездка Минхойлса, и от других деятельностей, и от других комитетов по странам Запада, и, в первую очередь, в Соединенные Штаты Америки вызвала невероятный резонанс. Долгое время митинг, еще сошедшим телевизором, долгое время митинг Нью-Йоркский на Таймскрэп, который был собран Минхойлсом, считался самым массовым митингом за всю историю Соединенных Штатов Америки. И в результате этого был не только организован огромный сбор средств, и были собраны очень большие деньги на космосферные красные армии, но и стало очень серьезно меняться отношение, в первую очередь, американских евреев к Советскому Союзу. Поскольку, несмотря на то, что до войны недостаточное количество знаков американских фигур и еврейского происхождения были людьми левых взглядов, но это были чаще всего люди, настроенные антисоветски, всему транспортизму. И деятельность Советского Союза-Кримитета, в большей шоу компании, роль Советского Союза в войне, сыграла совершенно парадоксальную и противоположную, я бы сказал, о том, что раньше, роль в отношении к Советскому Союзу, и после войны, в время Гладильево, они обоснованы симпатии еврейских социал-диюрейских организаций, еврейских деятелей, известных писателей и так далее, были полностью на стороне Советского Союза в том виде, в котором она существовала. И поэтому, когда в 46-м году эта книга появилась в 70-х Америки, это было частью этого процесса. И достаточно спробовать массовое участие еврейских ученых, шпионажа Советского Союза в Молданевском проекту и в его аналогии Филиппадетами. Это была только часть всего этого. И поэтому, когда не только черные люди, которые были в СССР, но в дальнейшем уничтожили весь Материфористский комитет, уничтожив комплинацию Сталина и Митхолос, появились и отказаться в заново-врачей, это было огромным шоковым ударом для таким симпатиантом, скажем, Советского Союза. Поэтому черная книга в этом смысле была, пожалуй, одним из самых ярких, если не самым ярким, плодом этого детокого романа, или ожидаемой еврейской элитной статус Америки, если кто-нибудь, в первую очередь, и Советским Союзом. Можно такой вопрос? Можно так сказать, что то, ради чего, собственно, советские власти позволили и разрешили возможности создать это было организацию ГАФ, Юрийский антифашистский комитет, и та деятельность, которой они занимались на уходу советской власти, впоследствии, почти сразу после страны войны, вернулась обратно? Очевидно, и труды господинника Стырченко об этом говорят достаточно доказательны, на мой взгляд. Вот этот роман советского и делового юридиста Советским Союзом послужил еще и, на мой взгляд, и этот взгляд базируется на, в том числе, на родах господина Костырченко, ложным надеждам. Вот весь этот безумный крымский проект и многое другое взаимоотношение к юридическому существенному комитету, где ходил с других ярких еврейских виртуалов Советского Союза и непосредственно на старой площади Кремля, были следствием вот этого нерадного единства в разрядах. И проект создания Крымской юридической республики был частью вот этих заблуждений. Достаточно вспомнить беспрецедентные митинги на Таймс-Квэр, а беспрецедентный митинг, несанкционированный, конечно, никем не организованный, когда Годели пришла на улицу Архипова. И вот это то, что называется «нюк потерять». То есть такая демонстрация, а у нас есть свидетельства о огромном количестве писем в ЦК ППСС, в ЦК ППСС, с предложением создавать еврейские батальоны, которые будут состоять из евреев-офицеров, которые вооруженом против Второй мировой войны смогут выступить по стороне еврейского пролетариата против британских колонналистов. И так вот, это все, конечно, следствие в том числе и нестили из флоте фашистского комитета, который был по сути частью обломанной пропагандистской машины в этом военном войне. Я тут позволю себе небольшую вставку личную. Просто так сложилось, что 10 лет назад совершенно случайно мне предложил в музее Холокоста в Вашингтоне сидеть в архиве ГАРФ, государственном архиве Российской Федерации, и описывать бесконечные тома дел по совершенно еврейскому антифорийскому комитету. Но в первую очередь, то есть это единственное, чем я занималась, я читала статьи из газеты «Эйни ГАРФ», такая газета, которая, собственно, наверное, был главный инструмент этой самой пропагандистской машины, которая издавалась на идише и распространялась по всему миру. И это совершенно удивительная газета, то есть ничего более советского, такого искренне, я не знаю, воспевающего советского... Следующие геймы, следующие издания. И это как бы... Ну и впоследствии эта газета, она также обвинялась в космополитизме, в национализме и прочее, обвинялась, не обвинялись, так же абсолютно, в чем была обвинена черная книга тогда же. То есть у них очень похожие такие судьбы. Вот я бы хотела вернуться к сегодняшнему дню и все же попросить Варю Курностаеву коротко рассказать об удивительном проекте издания. История такая очень человеческая и очень простая. Феликс Дектор, который издал черную книгу в 80-м году в Иерусалиме в маленьком своем собственном издательстве Торбут на основании вот той самой того-самого туристинского варианта рукописи, который так привыкли в 40-х годах. Он же был и есть продюсер очень многих фильмов Олега Дормана. Наверняка вы все знаете и подстрочник, и фильм «Нота». И мы давно познакомились, собственно, на этом, потому что мы же издавали книгу по отстроечной книгу. Но ты, в общем, уже давно дружи. И вот в какой момент Феликс пришел ко мне и сказал, а давайте издадим черную книгу. Я еще не успела на чем подумать, что-то взвесить. И сказала, да, давайте. А дальше уже началось все то, что началось. И примерно в тот же период мы познакомились с сотрудниками сайта «Планета.ру». Это вот примерно тогда и было. А «Планета.ру» тогда только начиналось. Это загадочное собирание денег методом народной стройки только-только здесь как-то вот появлялось. И моментально «Планета» заявила о себе, потому что, например, благодаря планете, это, по-моему, первый был такой, если вот Даша Берцер, который здесь есть, может меня поправить, но один из самых громких и ставших таким как-то всем известным проектом была «Кольта.ру». Тогда, да, правильно? Я все правильно говорю. «Кольта.ру», которая оказалась как-то совсем без средств существования, вот все, вы помните прекрасную эту историю, вот они до сих пор, собственно говоря, планете существует, у них там как-то все складывается по-разному, но тем не менее. «Кольта живет, пишет, и благодаря «Кольте» мы узнаем то, что мы узнаем, например, сегодня министр Мединского, который получает на медицинском фестивале, то есть в Министинском университете свою почетную степень, не то, как он ее получил». «Кольта живет, в общем, да, не будем тут как-то останавливаться, у нас другая тема, но тем не менее. Вот, и мы тогда поговорили с Дашей и искали какие-то… Она говорит, давайте делаем что-нибудь вместе. Тут меня осенило, что нам нужно сделать вместе, потому что вот после разговора с Феликсом я четко поняла, что это должен быть… Вот как она делалась большим коллективом разных людей, и как она складывалась благодаря многим-многим человеческим усилиям и жизни, так и здесь. Мне показалось страшно важно, чтобы в этом участвовало много-много народу. И, конечно, самый простой способ, наверное, был бы попросить помощи у ювейских организаций, у них разных. Их, в общем, некоторое количество есть, и, конечно, они бы с большой готовностью нам помогли. Но мне показалось, что это неправильно, потому что я понимаю, что это должен быть общий сегодняшний проект, в котором будет участвовать общество. И Планета Ру – это тот самый замечательный, чудесный инструмент, который мы можем с благоверностью восстановить. Вот, собственно, вот эта загадочная картинка, которую вы видите на сцене. Да, мы сейчас, кстати, покажем… Жень, а покажите нам сразу тогда, я сейчас дорасскажу эту короткую историю, и мы вам покажем, собственно, одно небольшое видео. Мы объявили сбор денег на планете Ру. Вот, как вы видите, сегодня это уже очень большая сумма, потому что, по-моему, Геннадий Васильевич об этом не сказал, но мы собираемся… Опять же, на этом настаивает Феликс, и очень правильно. Он сказал мне две вещи важные. Мы должны с вами издать все материалы целиком. То есть ту черную книгу, о которой рассказывал Геннадий Васильевич, и неизвестную черную книгу, которая вышла в 93-м году издательстве «Текст», и которую издавал Илья Антон, и которая, надеюсь, доедет до нас уже из аэропорта. Издать это уже вместе. То есть те материалы, которые изначально не вошли, и по цензурным соображениям были сразу вынуты, из того издания 40… Ну, оно не было изданием 47-го года, но понятно, что я имею в виду. Вот издать это все… Ну, одним томом не получится, потому что это огромный, огромный корпус текстов. Это, конечно, будет книга одна, но двух томов. Вот. И чтобы привлечь внимание к этому проекту, мы попросили о нем рассказать нескольких заметных героев в сегодняшнее время. Один из них, профессор Андрей Валерьевич Зубов, который как раз в то время оказался вне своего основного места работы, он как-то откликнулся с готовностью и рассказал нам вот что. Одна из особенностей человека, падшего человека, исполнечного человека, это ненависть к себе подобному, до уничтожения к себе подобному. Одна из особенностей человека, которая начинается, шею человечества на земле после изгнания Адама из-за убийства Алины Кукайи. Когда мы смотрим на четвертую книгу, я не знаю, что это ее издание, ее воссоздание почти из-за этого, а из-за сына на годы, ее воссоздание не случайно. Это напоминание всем на годы, что мы, та земля, которая пропитана в крови, пропитана в крови миллионов людей всех национальностей, за 20-е век, за век революцией и холопоста, век страшных войн и разрушений, наша земля имеет только один шанс дать себе слово и никогда впредь не позволять вот этим словом, чувством нервности к другому проявляться. Цена этих проявлений вновь повторена в черной книге. Это цена не только гибли и страдания евреев, это цена гибли и страдания всех и убитых, и даже убийц, потому что муки совести тяжелее физических мук, гибель и смерти, говорят по-другому. И я думаю, что вот эта книга это одно из очень важных лекарств, которые даны нам самой жизни, самой истории нашей. Но и любое лекарство мы вами принять и дать вверх. Так же, как вами взять руки, перечислить или оставить ему руки. Черт. Кстати, я хотела сказать, что вот этот ролик и два других ролика, которые висят на главной странице проекта «На планете.ру» сделаны Олегом Дорманом. То есть «Планета» сняла интервью с профессором Дубовым, с Андреем Кореевичем, который, кстати, тоже, собственно, рассказал про черную книгу первым, и с Сангибордией Дудко-Найт. Сделал это Дорманом. Зачем мы решили... Ну, помимо, собственно, того, о чем я сказала, и вот этого такого общего участия, почему мы еще решили собрать на это денег? И тоже это была идея Дектора, очень правильная, на мой взгляд. Он сказал, вы знаете, мы должны сделать так, чтобы эту книгу смогли купить те, кто захотел ее купить. Ну, потому что понятно, что такой огромный объем, по определению, вещь дорогая, если дать два дома в хорошем качестве, а проект некоммерческий. Вы понимаете, да, что это не бесцельно. Надо сделать так, чтобы эта книга могла продаваться, и чтобы тираж ее был... В общем, нам хватило на некоторое время. И вот, собственно, на это мы и собираем денег, чтобы сдать ее и отдать распространителям как можно дешевле. Тогда у нас есть шанс продавать ее. Потому что понятно, что есть мы, потом есть автовик, потом есть магазин, и в результате цена вырастает в трое. Это закон сегодняшнего рынка, не конденешься. Вот, собственно, в этом состоит наша задача. При этом мне еще понятно, что корпус, ну, это совершенно непонятно, я вам сейчас расскажу две минуты, что корпус, это небольшое издательство, которое является частью и принадлежит. Огромное издательство группе АСТ. Они никаких некоммерческих проектов не делают и посчитали для себя очень странную как бы такую странную миссию, которую они почему-то должны исполнить. Поэтому я должна делать все, чтобы у них не было возможности отказать мне. Вот, я приношу им деньги и говорю, а теперь мы отдаем эту книгу за столько. За сколько примерно? Издательство. Не знаю пока. Пока не знаю, потому что... Ну, зависит от тиража. Во-первых, это зависит от тиража, соответственно, если мы соберем конечную сумму, ну, надо же еще иметь... Ну, ориентировочно уже. Там, может, сколько люди могут заплатить и сколько они не будут платить? Они не будут платить, конечно, никакую тысячу, которую она нам могла бы стоить. Наверное, рублей 400-500 они могли бы заплатить за большую-большую пушку. Посмотрим. В общем, мы максимально все это будем опускать и выпускать ее так, чтобы можно было ее... чтобы люди могли ее купить. И в этом смысле я как раз очень рассчитываю на помощь. Вот здесь, вот здесь я хотела бы специально сказать, может быть, какой-то... Ну, Бород, собственно, это уже много раз от меня слышал. И здесь очень важно, чтобы еврейские организации как раз помогли на этом этапе, а именно помочь ее распространить, помочь, ну, все как-то какой-то своей аудитории. Это было бы очень, очень нам помогло. Вот. Ну, вот, собственно, короткая история. Она только началась. Она большая, очень сложная. и, опять, чем глубже мы в нее погружаемся, тем более сложной мы ее видим. Ну, вот так. Ну, сделать это надо. Спасибо, Мария. Вот я хочу немножко вернуться, вернее, напомнить, что тема нашей встречи конкретна, а именно зачем издавать черную книгу в сегодняшней России. И вот в контексте этой темы я бы хотела задать вопрос, который мне кажется важным, и вот историку, и историку, и издателю относительно того, кто главный адресат этой книги в сегодняшней России, собственно. Ну, да, конечно, перед тем, как издавать книгу, издатель должен обдумать, какова будет аудитория, кто будет приобретать ее, кому она, в первую очередь, адресована будет. И, в общем-то, я так оптимистично думаю, что, конечно, это должна быть молодежь, которой предстоит жить в 21 веке и столкнуться с огромными такими вызовами сложной политики. Мы уже видим, понимаете, что мир и ситуация в мире в последнее время накаляется буквально там с каждым месяцем. И поэтому вот о том лекарстве, о котором говорил профессор Зубов в данном ролике, дать вот это противоядие против человеческой жестокости, против вот этого, понимаете, микроба насилия, ксенофобии, который в каждом человеке природой заложен, и он должен вот этот, понимаете, инстинкт борьбы с чужим и преодолевать в себе. это, я думаю, что молодежи это лекарство понадобится в первую очередь. И, зная, что молодежь практически, ну, я не говорю там о, то есть, других странах, а о нашей стране, где молодежь в основном аполитично интересуется, в общем-то, такой, как бы, внешней стороной жизни, как, потребительством и так далее, как говорил, в общем, еще Тургенев, что молодежь ест пряники золоченые и думает, что это хлеб насущный. В общем, ничего не меняется в этом мире, и поэтому, чтобы как-то дать какую-то пищу для ума молодежи, в общем-то, чтобы она обратила взгляд, хотя бы такой, покасательный, на историю, на вот такую трагическую историю, которая была, которая имела место в прошлом, 20 веке. Это вот самая главная задача издательства. Вы подавали что-нибудь? Ну, как издательство, я скажу, предугадать это, посчитать практически, по крайней мере, в памяти большие успехи нельзя. Но «Черная книга», будучи, конечно, далеко не единственным современным меданием о истории Шоа, о истории Холокоста, она в чем-то сильно устарела. «Черная книга» сделана по лекалам, в общем, о депропа того времени. В «Черной книге» очень мало о коллаборационизме, в «Черной книге» очень мало о том, как произошло, что мы евреям на советской территории практически ничего не знали о том, что происходило с евреями в Польше после Пасхи с 19-го года. Это линусы, черные книги, это ее плюсы, потому что «Черная книга» это абсолютный голос эпохи. Мы говорили о том, какое наказ было показало влияние тогда и все туда происходящее. Все надо вспомнить, что огромное количество людей вернулись с фронта и не нашли ничего на месте не только своего дома, но и на месте это и деревенство, и местечие. И начался процесс стихийного возведения памятников на братских могилах. Эти памятники были на рвах, на обесчисленном количестве рвов где были расстрелены евреи. Эти памятники были как по одному сделанному набору. На Идуши были написаны несколько слов, на русском памяти замученных жертвами немецкого фашизма, и на Идуши то же самое, памяти евреев залученных немецкими фашистами. И это было какое-то время абсолютно нормальным явлением. И вот очень скоро эти памятники начали убирать. У нас в музее есть фотография очень известная Невельского памятника. В Невеле был поставлен самодельный памятник с шестиконечной звездой, как правило, присутствующий на этих памятниках просто как на всех остальных мацевах надгробиях еврейских в тех местах. И за одну ночь эта шестиконечная звезда превратилась в пятиконечную. или кто-то изменил. Скоро стали пропадать главы синаидыш, а сейчас какое-то время евреи стали занимать мирными жителями и так далее. И соответственно черная книга это то, что написано было до этого. Тогда, когда стихийность воспоминаний еще не преследовалась. Когда памяти о геноциде еврейных на советских территориях еще была частью памяти официальной памяти войны, через некоторое время она такой частью быть перестала. И собственно история Холокоста на территории СССР была самым неизученным частью истории Холокоста, при том, что на территории СССР, если считать присоединенные 39-го территории, погибла большая часть жертв Холокоста, это вопрос неизвестного. И вот в этом смысле Черная книга представляет из себя звеною степи, без которой мы не поймем историю памяти на территории Советского Союза. И ее составители, среди которых Оренбург и Грозгом были главными, но далеко не единственными, в этом смысле были очень похожими людьми. Вот Оренбург об этом много говорил и много писал. Был убежденным интернационалистом, истинным считавшим себя европейским писателем расистского происхождения. И ничего, никаких юбилейских сантиментов не спектовых. гидридов. Гитлер напомнил мне, что мою мать звали Хан. Гроссманское письмо матери в жизни и судьбе это один из самых сильных литературных праведников. кошмар. Я рассказывал о одной встрече, что у нас в музее есть атрифакт. был советский корректурист Борис Ефимов. Брат Кольцова, Хрилов Кольцова. Ефимов не так давно умер. Мы знаем, что это был достаточно циничный человек, относящийся к действительности вокруг себя с ужасающе холодным цинизмом. Он больше всего любил арабскую поговорку, когда его спрашивали, как он себя чувствовал, когда рисовал антисимийские корректуры по поводу средневной войны, судного дня. Он говорил, что арабы говорят, даже Аллах не может сделать бывшее или бывшее. И все, больше он ничего не комментировал. Значит, вот он такой приспособленец, приспособленец вообще, человек не беспаланный, очень умный, в комбедлённом смысле этого слова входил. Да, он умер несколько лет, три года в возрасте ста с лишним. Об этом он шутил, что в небесной канцелярии такой же города, как здесь внизу, меня просто закрыли. И вот он был в составе советских групп, вошедшей в Освенции. И их строго предупреждали все журналистов, художников, фотографов о том, что ничего нельзя туда выносить. Никаких камушков, артефактов, ничего нельзя туда выносить. Но ходили там и зашали, разумеется, везде. И вот Ефимов зашёл в женский барак. И по его воспоминаниям, еще раз говорю, человек циничный, в общем, не вравший. Он себя не упрошёл. Он всё о себе хорошо понимал. Пошёл, что-то его потянуло в дальний правый угол этого страшного громкого барака. Он подошёл туда и положил руку между брёвнами. Нащупал к нему. Это был хороший мужчина изданий, кожаный переплёте, еврейский молитвенник на русском и немецком языке. То есть принадлежал какой-то обеспеченный бесполезчик. И он, нарушив предписание, украл этот молитвенник и привёз его матери, посчитав, что вот у неё это должно быть. Потом он, когда уже мать скончалась, он забрал молитвенник и подарил нашему музей, который ещё не существовал, часто находится на выставке нашего музея. Но вот это для такого рода людей, а евреев среди не только авторов учёных книг, но и просто среди членов чрезвычайной комиссии, которые, скажем, в Харьболе документировали непосредственно ещё дымящиеся могилы. было очень много, и их по самым разным воспоминаниям это всё потрясло невероятно, не только как-то по-человечески, но и в силу ещё одного фактора, которого в чёрной книге нет. Этот фактор — это массовое предательство соседей с соседями. И в разговорах они все об этом много говорили. И в этом смысле «Чёрная книга» — это документ, зафиксированный людьми, которые были потрясены ложью, потому что все они были весьма фанатично, как правило, верящими в советский демократизм людьми. Я не устаю повторять эту фразу, который сказал Масали по поводу Чехословакии, что есть Чехия — это Чехия, и Словакия — это Словакия, и только евреи — настоящие Чехословакии. Это были настоящими интернационалистами евреями в Советском Союзе до Великой Отечественной Древней, и в Томае годы были конечно вот эти самые евреи. И вот это ощущение лжи, ощущение того, что советский интернационализм на проверку оказался химерой, потом документирование того, что происходило с евреями, которые возвращались в Киеве, в Харьков, в Одессу, в Киеве были инциденты на пороге погрома, массовые в Харьковых квартиры, были дома и так далее. Это все в этой книге присутствует в виде настроения. недавно вышла в Москве книга Кинга, английского профессора, который долгое время работал в одесских архивах и написал книгу, по-моему, она называется «Одесса, ложь и мифы», или «Ложь и мифы», или «Лошебный город», или «Что-то такое». Он занимается Одессой с конца, собственно, с ее основания конца XVIII века и доводит до нашего времени. Главное он рассказывает о том, что никакой Одессы, Бабеля, даже Жаботинского на самом деле не существовало такого города веселых, поющих, добродушных людей. На самом деле все всегда было очень жестко и жестоко. И вот он рассказывает, что он попал в архив о, не говоря о том, стечении обстоятельств, находящемся в Одесской Бродской синагоге, на синагоге Одессы на улице Пушкинской. И работал долго с документами, в конце концов уже к этому месту привыкнув и узнав все его заколки, он увидел, что есть какое-то помещение, в котором хранятся огромное количество ящиков то есть со страстики, то есть просто маркированно персонами войсками. Он спросил, что это за очевидно разобранные ящики. Он спросил, как вы пишете в своей книге у архивистов, что это за ящики. Он сказал, что это недоразобранные доносы времен оккупации. Несколько десятилетий работал ГВ после войны с доносами. Тем не менее, все доносы разобрать не смогли. И все эти доносы были примерно одинаковые. В комнате, в соседней комнате, в коммунальной квартире проживает Алексей Нечапуренко, который выдает себя за украинцы. На самом деле, это евреи. Прошу принять меры. У меня трое детей, комнату прошу предоставить мне. По содержанию доноса, это был абсолютно обычный донос 1937-1938 года. В НКПД просто изменилась причина... Транскизм. Да, транскизм заменился на еврейство или на коммунистический взгляд. И я думаю, что это одна из причин, почему коллаборационизм, массовый коллаборационизм на оккупированных территориях в советской пропаганде, в советской историографии всячески скрывался. Потому что это было страшное обвинение довоенному Советскому Союзу с его двойной моралью, с системой выставочной системы интернационализма обернувшейся в общем массовым коллаборационизм на первых территориях. И я полагаю, что и Волг и Гроссман составляя эту книгу прекрасно понимали, что судьбы писать нельзя. Поэтому в черной книге об этом нет. Но отсутствие этого это очень важный документ эпохи. мне кажется, что обещанные книги вообще без не канцелярской работы, а устного фиксирования истории никакой не существует, а истории Холокостка, а тем более истории Холокостка интерьер-Советского Союза просто непредставимы. Поэтому ученая книга так важна. в этом смысле она, конечно, очень важна своим языком того времени современному читателю для подружения в атмосферу, для подружения в ментальность, которая вот, к счастью, уже почти нам не знакома. Спасибо. Я хотела уточнить. По поводу редактуры книги, то есть когда Элленбург и Гроссман ее готовили, насколько я помню, одна из причин, по которой из вещей, в которых они обвинялись в контексте черной книги как раз заключалась в том, что помимо преступлений нацистов против евреев в книге довольно много постчеловеческого предательства, которое там присутствовало в самой книге. И потом была перередактура. Ну, тут говорили о конфликте на самом деле в коллективе. А задание ли мне, чтобы в финальной версии той самой, которой, мы надеемся, будет опубликовано, вот эти вещи уже выморваны? Нет, я думаю, что как раз добавление неизвестной черной книги. Вот, неизвестная черная книга и состоит собственно из материалов, которые эту цензуру не прошли. Она вся сразу была отложена как заведомо невозможная в том же время. Правильно я говорю? И, собственно, там эти свидетельства все и есть. Свидетельство предательства это неизвестная черная книга. Ну, вот Илья сейчас придет, я надеюсь, и расскажет об этом подробнее, если он еще все рядом. Я не знаю, кому коллеги ответят и насколько известны, то есть, извините, перед нами, насколько известны большие вопросы. А потом я работаю. Можем миграфон или Ромыч. Была спина. Собственно говоря, эти письма или эти результаты два. Он не работает. Давайте. Мы работаем. Давайте. Спасибо. Спасибо. большое. Да, можно говорить. Он работает. Все. Вот, все. Держи. Спасибо. Насколько известно, поскольку я понимаю, тот большой архив письменной записи, присыланные письма и так далее, и так далее, этот архив исчез бесследно и он каким-то образом вам доступен. Нет, но этот архив он известен, когда арестовывали еврейский антифашистский комитет, когда его закрыли в 48-м году, а потом арестовывали членов его, то изъяли все архивные материалы. Министерство безопасности изъяло все эти архивы этого комитета, и они пошли уже часть этих материалов как доказательство вины, да, понимаете, как обоснование обвинений и все прочее. Вот, и в КГБ это хранилось до середины 50-х годов, уже после смерти Сталина, этот материал был передан в ЦГОР, Центральный государственный архив Октябрьской революции, сейчас он архив Российской Федерации, вот, и, собственно, сейчас вот подходящий к нам Альтман, он там работал заведующим отделом, и когда период перестройки вот эти, понимаете, закрытые фонды, переданные, так сказать, нашими органами госбезопасности, материалы эти, то есть, стали рассекречиваться и вводиться в оборот, вот тогда, понимаете, началось это изучение этих материалов, и вот была в 93-м году издана эта неизвестная черная книга, на материалы, которые не вошли вот в основной этот корпус черной книги, которая в 80-м году была издана в Израиле, так что все материалы сохранились, ну, разумеется, за вот то непростое время, которое прошло с момента инициации проекта до 80-х годов, многое как бы драматических событий, и что-то там, конечно, было утрачено, в том числе и, наверное, из архива Ильи Иренбурга и так далее, но основная масса материалов, она сохранилась, и вот теперь наша задача издательства корпус, в том числе, все это дать как бы на... имел возможность все это использовать и ознакомиться. Насколько неизвестно, до 48-го года материалы продолжали собираться. Да, конечно, они собирались. не в 46-м году, она собиралась в 48-м году, просто отличная знания. Да, собиралась этот материал, я уже говорил, что они, часть материалов использовали вот эти акты, чрезвычайные комиссии государственные по расследованию злодеяния и материального ущерба, который был нанесен. Потом масса документов еще существует так называемая комиссия историка Минца, историческая комиссия Минца, которая была создана в конце 41-го года, и которые историки из Института Истории и Академии наук выезжали, понимаете, в освобожденные местности и там записывали вот эти свидетельские все воспоминания очевидцев, то есть тоже по горячим следам. И этот материал тоже, к сожалению, еще не введен в научный оборот. Он лежит вот в моем архиве, архиве Института Истории Российской Академии наук и ждет того, чтобы когда-то, понимаете, кто-то его опубликовал. То есть много еще вот этих моментов таких, понимаете, интересных. Мы тогда к этому вопросу немножко добавим. Александр Николаевич в речи вести врачи. Я так рассказывал о том, что есть материалы, которые не попали в текущую. Собственно, это я хотел сказать. Нет, но это масса материалов архива ФСБ есть, потому что партизаны, они писали отчеты о том, что происходило на оккупированной территории. Все это, в общем-то, не только черная книга, еще огромный пласт документов, где вот эта фактура о уничтожении евреев на территории Советского Союза присутствует. И, в общем-то, это не задача данного проекта. По крайней мере, справиться, понимаете, с тем, что есть. Объять необъятное. Да, объять необъятное невозможно. Таким образом, если я правильно понимаю, проект генерирует еще исследование тех уже имеющихся архивных материалов, возвращение их в научный оборудование, в общем-то смысле, и в человеческом. Я правильно понимаю? Вы знаете, да, но мы, по возможности, собственно, не генерируем. Ну, наша задача простая, потому что вообще это, конечно, это необъятная задача, потому что документы это такое, например, сейчас Государственная архив Российской Федерации у них, я буквально два дня назад об этом узнала, у них есть совместный проект с Вашингтонским музеем Холокоста. Они как раз занимаются оцифровкой вот этих материалов вот этой самой человеческой комиссии. Да, 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 в списке. Да, это огромная невероятная работа, потому что там 43 тысячи дней с хранения, они пока себе поставили задачу, чтобы оцифровать 4 или 5 половину, чтобы такого ну это. Но все-таки я думаю, что мы ограничимся тем, что сделаем черную книгу ту самую, которую не увидел свет в 27-м году и неизвестную черную книгу, которую, собственно, пришедший реальность издал тоже в 93-м году. Вот давайте мы нададим что у вас. Я бы хотел добавить просто, что мы говорим все об архивах, а у меня не работают. Все, все работает. И мы говорим об архивах ФСБ, архивах Российской Федерации, а собственно, вот, Илья, наверное, об этом часто скажет, в 70-м, по-моему, году толчок обладал тем, Ирина Ильинична Эйнбург нашла папки в архиве отца, разбирая архив отца, папки черной книги, которые не были, не попали в архив, не были изъяты во время разгона и ареста членов Великой Российской Комитеты. Поэтому, в первую очередь, мы говорим об этом, как о неизвестной, о той черной книге, которой не было в 46-м, не в 48-м году и, соответственно, никуда это не было везда. И архив этот хранится не отмошен. Да. Эти папки были другие? Но они тоже не введены на научный аппарат. Это просто хранение. Ура, к нам пришел Илья Альман. Как раз вопрос. Да, тут было множество вопросов, деталей архивов. И, наверное, я сначала вас представлю, но, собственно, в контексте данной беседы важно отметить, что Илья Альман был, конечно, восьмидатером и составителем издания «Черной книги» 1993 года. Поэтому, про все нюансы, из чего она состояла и на что она делится, Илья сможет ответить на... И неизвестный. Да, и неизвестный «Черной книги». Собственно, вот тут было множество вопросов. 91-го года. Включи. Все. Добрый вечер. Извините, видите, вот так плохо не знать, где новое издание мемориала, но то социологический опрос 50 человек, которых я опросил, так сказать, они меня привели к старому зданию мемориала, так что, видимо, нужно какой-то иной указатель. Но это примерно такая же достаточно запутанная история «Черной книги», на которой продолжалось гораздо больше времени, чем я искал это здание. Значит, из тех вопросов, которые я услышал, чтобы сразу вот вмести ясность, Илья Григорьевич Оренбург в двух больших альбомах собирал все письма, рукописи, которые к нему поступали. Оригиналы хранились у него, они перепечатывались, раздавались другим авторам, кто работал над «Черной книгой», но оригинал он предпочитал держать у себя, в том числе большой комплекс, который и не касался темы Холокоста. Значит, когда в Вильнюсе открылся в 48-47 году еврейский музей, Илья Григорьевич передал эти два толстых альбома. Очень дальновидно написал в случае закрытия музея вернуть. Поэтому и вернулась к нему в архив, просто дочка не жила с ним, и поэтому действительно, так сказать, на каком-то этапе она нашла два вот этих вот тома. И отдельно она же обнаружила верстку 47-го года, на которой было написано в печать. К этим двум томам это отношение не имеет. В 85-м году через французского журналиста, она нелегально, не было дипломатических отношений, передала эти два тома в «Ядвашеф», и когда я в 91-м, в декабре 90-го года приехал в «Ядвашеф», чтобы вместе с ними готовить к изданию материалы, не вошедшие в канонический текст черной книги, они мне даже не сказали о том, что у них хранятся эти ручки. Мы были партнеры, но до 93-го года мы не знали о наличии вот этих вот материалов. В 93-м году, когда они рассекретились, когда была издана под редакцией известного профессора Мордыха Альтшурила книга «Советские евреи пишут в Иеренбурге», куда вошли материалы об антисемитизме. Та часть, которая касалась черной книги, вошла туда очень-очень как бы частично. Вот то, что я услышал, и есть какие-то еще вопросы, на которые, может быть, не было дано полных ответов, я с удовольствием скажу. Только оговорюсь, в черной книге полная версия вот на сегодняшний момент черной книги, я не был ее редактором. Редактор это Василий Гроссман, Илья Эйренбург. Если говорить точнее, это Василий Гроссман, потому что Илья Эйренбург в 45-м году был вынужден покинуть комиссию. Весь текст доводил до конца, так сказать, и очень многое добавил, кстати, выходящий за пределы Советского Союза Василий Семенович Гроссман. Я автор предисловия к этой книге, и я работаю тогда в Государственном архиве Российской Федерации, сверяя по просьбе вот наших коллег, которые занимались с изданием Ирина Ильинична, которая очень много сделала для уточнения всех географических названий и имен. Она такую задачу не ставила, но тем не менее, когда мы нашли примерно 60 страниц компьютерного текста в общей сложности, который Василий Семенович Гроссман исключил в два приема из текста черной книги. Если, Геннадий Васильевич, вы выступали, то, наверное, уже об этом говорили. Нет, я не говорю. Значит, в этой черной книге такая судьба, что сначала она стала обвинительным документом на Нюрнбергском процессе. Значит, всем понятно, что там судили немцы, поэтому ни румынские преступления, ни участие местных коллаборационистов не нужно было для этого варианта. И поэтому, когда в тексте встречались там какие-то слишком уж большие куски, касающиеся участия ни немцев в уничтожении, ни евреев, для Нюрнбергского процесса это было не нужно. Такая была первая редакция черной книги. По мере продвижения к выходу этой книги и с учетом тех веяний, которые были в стране, на рубеже с 46-го, в начале уже с 46-го года, значит, там была еще одна сделана корректура. Значит, на этот раз были выкинуты все наиболее яркие примеры, еврейского самосознания. Не все они исключены были из текста черной книги. Вот я сейчас фронтально, спустя 25 лет, было очень интересно обратиться к тексту книги, который когда-то держал все страницы, подготовительный материал, 39 томов подготовительных материалов, которые мне удалось впервые взять в руки в фонде еврейского антифашистского комитета. Я был первым, кто взял весь этот комплекс, который поступил из КГБ, и первым, что бросил в глаза пометки красным и синим карандашом, которые были сделаны редакторами. И вот что такое еврейское создание. Молились когда евреи, разговаривали на еврейском языке, какие-то отдельные фразы, говорящие о каких-то еврейских праздниках. Большей частью они были убраны. Но кое-что осталось, в том числе остался исключительно пример, который Василий Семенович трактовал как пример еврейского сопротивления, когда пожилой еврей, который был глухой, поэтому объявление о сборе он как бы пропустил. И вдруг он увидел, что он один в местечке. И он пришел вместе с казнью, со свитком Торы. И он попросил палачей, как можно сказать, расстрелять его, чтобы могиле он был со свитком Торы. Естественно, они этого не сделали. Я думаю, что здесь и ключом этот был текст, чтобы доказать еще раз, какие, так сказать, гады нацисты, а не то, что у человека было вот такое самосознание. У меня к вам, человек, который работал с этими материалами, такой точнейший вопрос. Ну, как уже было сказано, в газете «Иникайк» в какой-то момент появилось объявление, так скажем, на современный лад о том, что мы собираем материалы о нацистских преступлениях, присылайте свои свидетельства. Вот существует ли архив непосредственно присланных материалов, уже не обработанных, не набранных? Спасибо. Вы задали очень хороший вопрос, потому что роль газеты и не к этому. То, что мы сегодня называем «Черная книга», вот эти вот два тома, и подготовленные под редакцией Гроссман и Оренбург, и то, что нам довелось с коллегой, директором архива Ядмашем Шмелем Краковским готовить, мы его назвали как бы «Неизвестная черная книга» под таким названием, то источники поступали самыми разными материалами. И в тексте «Черной книги» вы найдете там перевод с идиша, ряд материалов, который до этого публиковался в газете «Эйникат». Но это было скорее исключение. Итак, газета «Эйникат» действительно в июне 42-го года, уже в первом своем номере, когда, в общем-то, говорилось о задачах еврейского антифашистского комитета, был сбор документальных свидетелей. Уже в это время, после ноты Молотова в январе 42-го года, очень много говорилось о будущем суде над нацистами. И нужна была доказательная база. Еврейский антифашистский комитет работал в русле тех государственных программ, помогая им, которые были здесь необходимы. Поэтому «Эйникат» получала документы и публиковала их на июле. Что очень интересно, тоже ведь в газете «Эйникат» был опубликован очерк Василия Гроссмана «Украина без евреев». Гроссман писал по-русски, «Эйникат» это переводил. И материалы «Эйникат» еще шли за границу. Это тоже был еще один комплекс материалов, который никуда не попадал, потому что для комитета важно было выполнить свою роль, привлечь внимание международной общественности. Поэтому, когда мы готовили неизвестную черную книгу, значительная часть материала это были те корреспонденции, которые попали в газету «Эйникат». Сохранился архив газеты. В нашем центре «Холокост» есть первый и последний номер. 20 ноября 1948 года был закрыт еврейский антифашистский комитет, а утром вышел номер газеты. Возможно, как иллюстрация было бы неплохо в будущем издании. И редактор издания сохранил и нам вот это передал. Есть подшивка достаточно полная. Наши коллеги в Израиле работали с этими материалами. Неодельные публикации очень интересные там были, которые даже никуда и не вошли. Ни в черную книгу, неизвестные черную книгу. Это последний вам прямой вопрос. Что служило ориентиром? Какой критерий был отбор этих материалов в вашем случае? Если можно, я тогда отвечу, какие были критерии угрозного на Оренбурге. Там был очень интересный творческий спор. Видите, смена редактора когда менялась, это ведь была иностранная редколлегия, и члены еврейского антифашистского комитета значили с членами редколлегии, за что пятерых из них и расстреляли. В их приговорах, как бы, участие в черной книге вместе с американцами, значит, шпионы, они за это были расстреляны. А вот главные редакторы, которые инициаторы, поскольку писали по-русски, обвинить их еврейскому буржуазному нациализму было сложнее, они вообще-то не пострадали. И такой вот литературный смысл. Гроссман считал, отдавая авторам материалы, известным советским писателям, которые должны были написать литературный очерк. То есть черная книга, это сборник литературных очерков, где практически все обработано писателем. Даже тогда, когда там, допустим, шесть, по-моему, там документов, которые называются письма, письма красмонармейца, письма женщины, которая пишет из гетто своим родным в Америку, и так далее, все они подвергались небольшой литературной обработки. 33 материала из 91-го готовил к изданию Илья Григорьевича Ренбург, 8 Василий Гроссман. И вот здесь мы можем видеть разницу этих подходов. В чем? Ренбург говорил, вы берете документы, отсекаете лишнее. Ничего менять в документе не нужно. Василий Семенович поднял это на другой уровень. Я сейчас считаю, он предисловит, все больше убеждает, что вот он к 46-му году о Холокосте понял, наверное, даже может больше, чем и современные историки, которые написали об этом книги и так далее. В этом емком предисловии очень четко сформулированы буквально все основные. То, что сегодня историки, классификация восстания, например, я об этом сейчас подготовил статью Гроссману о еврейском сопротивлении. Это потрясающая вещь. Он говорил, необходимо создать такое произведение, мы должны говорить от имени людей, тех миллионов, которые лежат в земле. И ничего сказать не могут. То есть он оставлял право за какие-то, так сказать, вот моменты и так далее. Но он был тщательно, так сказать, вот предельно осторожен. Кстати, вот не могу не сказать, вот то, что меня вот при повторном прочтении таком фронтальном черной книге потрясло. Вот недавно открыли сквер имени Николая Киселева. Да, был замечательный фильм, который посвящен этой теме. И вот, что значит «Невыход черной книги». Там есть заметка, написанная именно Василием Гросскуном, где дважды упоминается партизанский командир Киселев и его подвиг. Вот один из примеров того, что был не выход в черной книге, сколько героев, реальных героев, которые потом считаются, что вот нашли их биографии, уточнили, узнали и так далее, написано в черной книге. Спасибо большое. Давайте теперь перейдем к вопросам. Вот я видела, периодически возникало желание задать вопрос, но не успевали. Да? Не надо было с оружием. Я вроде бы на первый взгляд не совсем не в теме. Я из Центрых был и 17 лет уже преподаю историю. То есть должен многое знать, тем не менее я сижу и просто, ну что называется, возвесит уши. У меня возникло такое ощущение, может быть я скажу банальность, но нужна черная книга. Да, нужна неизвестная черная книга. Но еще в придачу нужен исключительно добротный и неограниченный в объеме столько, сколько понадобится коммент к тому и другому. Поскольку вот что-то в нашей черной книге о черной книге. Без такого коммента у меня очень четкое ощущение, что в издании черной книге не будет пользы, и это в лучшем случае не было бы вреда. Понято не будет. Либо будет понято нехорошо. Я скажу только об одном, на самом деле можно говорить о большем. Я впервые вот сейчас услышал от господина Борина вот моих мозгов до сих пор не хватило на это додуматься самостоятельно такую вразумительную четкую версию коллаборационизма и версию почему тело коллаборационизма оказалось монградом в советском официозе. А это же черт возьми, это пазл, в котором ни одного элемента ни на месте и одно складывается с другим и все там, где ему быть. Из этого восстанавливается картина, черт возьми. Убери один элемент, картина не будет, либо она окажется в лучшем случае ущербной. Но на этом нужен комент. Ну вот, все, спасибо. Спасибо, мне кажется, это важный вопрос, я не знаю, кто готов подкомментировать. Ну, может быть, я как новенький, который подошел, если Варя не против, значит, первая причина, почему Ядвашен отказался издавать в конце 60-х годов черную книгу как институт Ядвашен, то есть усилия певицы-дектора, отдельного издателя и коллег, которые это издали. А Ядвашен отказался это делать, потому что им в конце 60-х годов казалось, что текст слишком идеологизирован. Там очень часто упоминаются, так сказать, в том числе имя Сталина и так далее, другие какие-то советские вещи, да, с этим можно поспорить. Но второе главное, это то, что если издавать, то только с комментариями. Это был подход Ядвашен. И вот когда мы начали, вот теперь доктор обратился ко мне с идеей, так сказать, новое издание, это была состальная часть нашего проекта, не знаю, насколько он реализуется, для того, чтобы, во-первых, просто прокомментировать факты и так далее. Потому что, конечно, нельзя издавать книгу, когда говорится о восстании в тех местах, где, например, восстания не было, если бы город Кременец, о нем очень много ходит, там ни один еврей не выжил, и поэтому казалось, что это как бы там было восстание. Значит, в нашем распоряжении мы публиковали дневник украинского школьника русского происхождения Романа Кравченко, любимая девушка, которая была в детстве. Он дает ответ на этот вопрос. Действительно, выстрелы там звучали в течение четырех ночей. Эта охрана стреляла по мародерам, которые грабили еврейское имущество. Понимаете? Потому что, один пример подобного рода, как и другие там есть наименования, вот, например, город Львов, там замечательно показано о участии местных националистов в первые дни и так далее. Но названа цифра пять тысяч. Так, немножко завышено, в два раза всего, да? Но это вещи, которые уже вошли как бы в историографию, и здесь действительно, вы правы, могут быть определенные вещи. Кроме того, мне кажется, что у нас есть уникальная возможность действительно издать в полном виде с комментариями черную книгу, так, чтобы ее захотели переиздавать на другие языки. Вот тот вариант, который мы издали в 93-м году, благодаря тому, что там 60 страниц нового текста, да? Уже было переведено на многие языки израильское издание 80-го года. Благодаря этой вставке она вышла в шести странах на разных языках, то есть на всех европейских языках она появилась. Может быть, с комментариями, потому что сделать их могут только специалисты, которые работают в теме Холокоста, это было бы чрезвычайно важно. И вот я не слышал, что говорил гору горен, я вышел на свою точку зрения. о том, что... В чем это значит? Была коллаборационизма. ...доносы. Доносы второй половины 30-х, коммунальные доносы в коммуналке и доносы в еврейской под нацистской оккупацией, тоже на соседней по коммуналке. Путизла оказались хорошо, очень нагаданы во второй половине 30-х. Могу придумывать не пришлось. Да, это много, действительно, это все было. Но, понимаете, чем опасна оказалась черная книга? Вот о коллаборационизме были и процессы на коллаборационизме, и публичные казни. И говорили о них, говорили о неких отщепенцах, о меньшинстве, которые некое исключение. Чем поражает текст черной книги? Что во многих свидетельствах люди упоминают своих соседей. Это действительно создается картина, которая по-другому рассказывает во своем влете. Но запрет черной книги, документ, который нашел как раз Геннадий Васильевич Костышенко любезно предоставил. Я тоже не могу не поражаться вот этому сознанию наших властей. Запрет был не за то, что там примеры еврейского национализма, не за то, что там упомянуты коллаборационисты. На это казалось бы, они могли обратить внимание. Под критику попал раздел, который с точки зрения тех, кто замышал черную книгу, был идеологический «Советские люди едины». Казалось бы, что здесь можно было к чему придраться. А текст записки высокопоставленного партийного чиновника Морозова гласил, что читатель, видя факты, когда еврей остается в живых, получив паспорт русского украинца и белоруса, приходит к мысли, что нацисты не убивали немцев, украинцев и белорусов. Вот, понимаете, здесь логику тех событий понять достаточно сложно. И вот тоже при подготовке здесь мы обратились к нашим болгарским коллегам, и, конечно, мы установили сейчас, для меня всегда была загадка. Вы знаете, в 10 стран переслали черную книгу. И ни на одной она не вышла. В Румынии она вышла, так сказать, с некоторыми изъянами, а первыми даже не переслали, а вообще как идеи иногда возникают. Приехали болгарские евреи в Москву, в особняк на Кропоткинской. Их встретили, в том числе Василий Гроссман. Они узнали о тексте черной книги, попросили, мы точно переведем, причем организация, которая называлась, это Еврейский Антифашистский Центр Римни Ли Эренбурга. Я, честное слово, не знал, так сказать. Уже Ли Эренбург не имеет отношения к черной книге, это попадает вот в Болгарию. Все вроде, потом они говорят, у нас нет денег. Вот опять же, причина, как удалось запретить все, это для меня загадка. Более понятно, как запретили предисловие Аберта Эйнштейна для совместного издания. Не звучало об этом? Нет, нет. Да, Геннадий об этом знает. И все это одну фразу, замечательную, предисловленную, очень хорошую, для американского издания. Еще Советский Союз и США это парктеры. Вообще, мы в проекте, который сегодня звучит чрезвычайно актуально. Совместным, с моей точки зрения, кажется, первый международный проект, который был во время войны, вот советско-американский. Кстати, вот нам удалось найти, что черная книга выйдет в ноябре 44-го года синхронно в США и в Палестине в Зерусловом пост публикует информацию, что книга уже готова, вот какой у нее объем, когда она выйдет. То есть появилось все это. Эйнштейн пишет предисловие, в котором у него только одна фраза. Евреи своими страданиями заслужили право на самостоятельное государство. Зарубили, не дали ничего. Если помните, Андрей Андреевич Громыков в 47-м году дословно повторит эту фразу. А, кстати, именно он был дататором того, чтобы терялы черной книги попали в Америку и подозревая возможное течетелка. Да, и он потом писал записку о том, что скандал, что они уже видели. Я хотел просто добавить один штрих, который может быть не напрямую о черной книге. Все хорошо. А вот о мифах Второй мировой войны и Холокоста и с восстанием не бывшим тогда рассказывал Шалев директор Яд Вашема замечательный эпизод. В гетто польских выходило достаточно много подпольных газет. И вот в Варшавской подпольной газете еврейской была корреспонденция из Белостока о том, что в Варшаве началось восстание. Наоборот, в Белостоке о том, что в Варшаве началось восстание. Никакого восстания в Варшаве тогда еще не началось. Но и благодаря этой информации какие-то молодые люди во время акции убили офицера немецкого, были на месте уничтожены. и в Варшавской газете было написано в начале восстания в Белостоке. Что послужило причиной, одной из основных причин, почему комитет принял решение все-таки начинать восстание в Варшаве. То есть миф о Варшавском восстании породил полумифическое восстание, которое стало причиной самого крупного акта гражданского сопротивления на территории на Европе. Девчатского гражданского сопротивления. То есть это я говорю о том, что фиксация мифов, это тоже очень важная история. И в черной книге ее туда еще не было, я этот тезис повторю, очень важная именно фиксация настроения. Настроение ее составителей, настроение ее корреспондентов и настроение общества как такового. Потому что мы многое можем по документам изучить, но вот запах эпохи мы можем получить только исходя из этих документов. Очевидно совершенно, что черная книга, которая окажет или не окажет влияние на современного читателя, оказала огромное влияние на ее составителей, в частности на Гроссман. Поэтому в этом смысле несомненно черная книга это исторический памятник, но который должен выходить комментированно и так далее. он имеет самостоятельную ценность все-таки. Все-таки он имеет ценности именно как пусть литературно обработанное, пусть снизурированное внутренним цензором в том числе. Только внутренним. там же было то, что получила с исправлениями эта красная ручка. Чьи это были исправления? Это были исправления по цензуре? Ну, так будет, да. Да, то есть какие-то цензурные исключения были. Вот в этом смысле это очень важно. Другое дело, что есть, конечно, опасность издания черной книги с большим количеством версий, которая, в свою очередь, послужила дурную службу, скажем, 12 стульев, когда под видом, на мой взгляд, под видом не под цензурного варианта, вышла просто нередактированная версия, которая имела достаточно важный исторический смысл, но убила совершенно произведение, было понятно для меня, очевидно, что большая часть исключений там были сделаны не по цензурным соображениям, а по соображениям литературным, была данная правка, в том числе, автора. Я думаю, что в черной книге очень трудно, я, конечно, с ней не работал, мне трудно следить, отделить вот эту правку литературную, которая, в свою очередь, послужила причиной конфликта между, творческого конфликта между составителем, от правки цензурной, от правки идеологической. Надо сказать, что тоже эпизод важный, ведь Эденбург специализировался, собственно, в собирании свидетельств, его эти томики подвиг, назывались? Народоубийцы. Как? Народоубийцы. Нет, 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 томики общие, маленькие, война, война, война. Там же было очень интересно, по-моему, в первом или во втором томе, там было интервью с молодым, замечательным генералом, который даст прикурить немцам, в Лассетном. в следующем томе, это у меня есть, в нашем архиве есть этот томик, и Эденбург, он прекрасно понимал, что фиксировать здесь и сейчас это очень опасная история, потому что все очень быстро может перевернуться. Это власовский эпизод каким-то невероятным образом не стоило ему даже закрытие этого проекта войны, но впоследствии неоднократно ему вспоминался. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Можно? Были ли аналоги черной книги в других странах Европы? Вот именно такого плана? По странам, по странам? Во-первых, значит, для меня сразу после войны. Да, мне стало интересно вообще, откуда родилось название черная книга, насколько это в ходе переговоров, которые были в Соединенных Штатах. Оказывается, в 1942 году в Америке была издана объемный такой том около 700 страниц «Черная книга Польши», которая в 6 главе была раздела евреев. Книга нигде в литературе не упоминалась, у меня просто была возможность 4 месяца посидеть в Ядвашеме, и я тупо смотрел старую картотеку, наткнувшись на нее и взял эту книгу в руки и так далее. То есть название «Черная книга», в отличие от «Белой книги» и так далее, известное название, вот оно тогда появилось, это был очень небольшой, там, наверное, страница 50 всего о судьбе евреев Польши, остальное было о преступлениях против поляков и о многом чем другом, я думаю, это дало название, так сказать, «Черной книги». Если говорить вот об аналогичном проекте, то очень хорошо румынский еврейский историк Матиас Карп использовал присланные материалы «Черной книги» для того, чтобы выпустить 5 своих маленьких книжечек, которые опирались на свидетельство «Черной книги», но это было его творчество, вот, абсолютно, и под таким названием «Карта негра» на румынском языке в 47-м году она вышла, «Больше нигде», так сказать, «Что делалось в Польше?» Там была историческая комиссия, они собирали документы, ставилась задача издания, но я не слышал, чтобы они были, несколько там выпусков выходило, вот, ну, а то, что я хотел бы тоже обратить внимание, то, что Илья Григорьевич удалось ему сделать, это вышло на Идише «Народоубийцы», на то же самое, оно публиковалось в «Новом мире», слово «Народоубийцы», не было слова «Геноцид», с моей точки зрения, оно достойно того, что народоубийцы по емкости своей литературному значению конкурировать с «Тарином геннадцатом». А что страны западной Европы ни подобного не было, ни в Венгрии, ни в Ганаде, ни во Франции, ни в Франции, ни в Франции, ни в Франции, ни в Франции. Вы очень удивитесь, что ни в одной стране Россия была первая страна, которая издала энциклопедия холокоста территории СССР. Значит, была попытка это сделать Венгрией, но мы были первыми историками, которые в масштабах одного государства в границе к 22 июня 41-го года сделали вот такую работу. Поэтому, опять же, что такое черная книга? Сборник литературных очерков? Для этого нужно иметь писателей, которые могли бы это сделать. Если говорить о сборниках документов, то скорее, особенно после материала Нюрнбергского процесса, то отдельные документы входили в какие-то общие издания. А впервые начали с публикацией уже в Израиле, позднее, после создания Ядлашины. Раз. Нет, нажмите на кнопку. Работает? Нет, нажмите. Да. Очень хорошо. Про Польшу, где я бывала не раз. Насколько я понимаю, в Польше не может быть такой черной книги, потому что поляки с партнерами все попросили уехать свежего, поэтому это все могло быть только уже в польском отделе, скажем, я два шема. Но тем не менее, я вижу, как поляки в последние годы очень серьезно взялись за еврейскую тему. Закрытый когда-то театр Жидовский, в Зубном, он уже несколько лет назад, хотя евреи в стране всего полторы тысячи, полторы тысячи по переписи записали себя в евреи. Тем не менее, у них очень читаемое желание, покоряние, и я, как человек театральный, я это видела просто через спектакли. У них есть пьеса польского драматурга, которая в первую из Белостока, это уже Слободзенника, называется «Наш класс», в которой в очень сильной художественной форме рассказывала история «Литвапна». И эта пьеса идет уже во многих странах мира, и в Европе, и в Америке, во многих театрах Америки она идет большим успехом. Вот в сентябре возможно, что в театре Вахтангова будет построено новое здание, оно сдается для студии театра Вахтангова, и они эту пьесу рефиксируют. Это очень яркая пьеса. Мне кажется, что испектакль не получается. Я видела материалы, поэтому если кто-то об этом думает, интересуется, то запомните название «Наш класс». Она была публикована в гастроле. Да. Я говорю спектакль, я просто в России эта тема вообще очень мало. А вот в Польше я видела совсем современную пьесу о том, современный вариант Гаджимы, как приходят возмездия к людям, которые не ждали, и как их мучают эти убитые духи еврейские. То есть и вот я, например, ехал в Польше у меня, я поляки, меня просят качество сувенира привезти им без узла. Я говорю, может быть, можно без молитвы, зачем полякам? вообще зачем? И это, пожалуйста, с молитвой. Мы считаем, что любви такие умные, они умеют решать свои дела успешно. И вот у моей подруги одна дочь имеет кабинет врача, а другая другая ветеринара. И они заказали корки, чтобы я им привезла инстагрузы настоящие, потому что чтобы все поляки видели эти инстагрузы на дверью. У меня это загадочно, но тем не менее. И совсем недавно я проезжала через Белосток, я даже не представляла себе в процент землеев до конца 19 века 86% населения города было инстагрузы. Но в 20 веке уже стало уменьшаться, начиная с первой мировой войны, я поняла, что тяжело так же не родиться. И огромная выставка и огромные плакаты в центре города. Мы здесь были. отчетливое стремление вспомнить, заблазить, привлечь. Я думаю, что когда люди у нас там тоже появятся, уже пора. Можно добавить, чтобы мы с помощью кирпы художественные. Сначала Ервабна, который всю польшу перевернул, а теперь Толоскин, который просто свел все. И у нас-то его нет. Сначала появилась не только кульсии. на его показе в России на большом экране как прокат? Какие-то некие силы как в свою очередь с континью связывая нет. Нет, он шел на экране, просто очень мало. Очень мало и пограничных кинотеатров. Одно маленькое уточнение по польской исторической науки. В 40-е годы был создан еврейский исторический институт, который возглавлял потом Берл Марк, участвовавший в создании черной книги, написавшей небольшую часть о восстании в Варшавском гетто. Они очень много издавали. Несмотря на 1968 год, они продолжали существовать. Издали достаточно очень много книг, в том числе мемуаров и так далее. огромный архив. Это была политика польского государства. Институт не закрывался весь этот период времени. А на рубеже 40-х, начала 50-х годов они действительно очень многое сделали, очень многое издали. У них было три организации, которые занимались этим делом. В отличие от еврейского антифашистского комитета. После войны они очень сотрудничали хорошо с международным евреевством. В Лондон, в Америку и так далее. Там одна интересная история. С 16-го числа моя дипломница защищает магистрскую диссертацию. Она в Польше специализируется об этом. То, что касается театров, очень интересный проект готовит сейчас российский молодежный театр, который до этого вставил «Анну Франк», «Вечный шаг» и «Скока Мереса». Там пьеса будет по нюрнбергскому процессу. Примера будет в октябре. Они обратились к нам с просьбой помочь им организовать молодежные дискуссии. Здесь с помощью театра очень интересно узнать об этом проекте. Может быть, это тоже получится. не только сам спектакль, но и разговор. К сожалению, люди знают очень много. Спасибо большое. Я полагаю, что нам пора заканчивать, потому что мы уже очень давно разговаривали. Разговор, по-моему, интересный. И, наверное, имеет смысл продолжать и дальше. Не только здесь. Ну и лично я хотела бы просто пожелать удачи в выпуске этой книги. И я надеюсь, что это будет случиться. Я не знаю, цель в финансовом смысле достигнута ли. У нас еще есть У меня все постоят. Или не держатся очков. Мы очень близки к цели, поэтому нужно всем пожелать удачи и надеемся, что вот-вот сможем поддержать книгу в руках. Всем большое спасибо и, в первую очередь, спикерам, всем гостям интересным беседу. Спасибо. Продолжение следует...